Подписание программы сотрудничества Брестского областного исполнительного комитета с Брестской и Пинской епархиями и Белорусской Православной Церкви это еще одно подтверждение взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество, которому уделяется внимание на самом высоком уровне, это объединение усилий и возможностей двух сторон по укреплению духовно-нравственных основ общества, создание благоприятных условий для решения социальных задач, стоящих перед регионом. Церковь и государство делают все, чтобы между органами государственной власти и организациями православной церкви сложились конструктивные и доброжелательные взаимоотношения. Документ, который мы рассматриваем сегодня, это уже третья программа нашей совместной работы. Мероприятия церкви и государства прочно вошли в нашу повседневную деятельность. Сотрудничество с организациями православной церкви поступательно развиваются. Мы вместе доработали программу сотрудничества на 2016-2020 годы, но сохранили ее дух и основные наработки, чтобы совершенствовать совместные практические мероприятия и развивать в дальнейшем наше сотрудничество. Его необходимо продолжить. Руководитель региона подчеркнул, что за прошедшее пятилетие сделано весьма много, но новая программа предполагает не только продолжение добрых и нужных начинаний. В свыше 80 пунктах нового документа четко определены те направления, которые касаются взаимодействия в сфере социальной защиты и образования, здравоохранения культуры, воспитания духовности и любви к своему отечеству. Церковь и власть, и государство, мы дополняем друг друга, мы живем в одном отечестве, мы один народ, поэтому необходимо развиваться духовно, сотрудничать, соработничать, так я бы сказал, понимая, что это наш долг, это наша ответственность и возрождать все то, что, к сожалению, в былые времена загублено. Ну и, конечно, отвечать на те вызовы, которые делают сегодня современная жизнь. Жизнь меняется, действительно это так, люди также меняются, поэтому надо делать все для того, чтобы люди менялись в лучшую сторону, чтобы люди духовно совершенствовали, чтобы помнили свое прошлое, потому что без прошлого нет будущего. Мне сейчас зададут вопрос такой, на какие средства будете существовать? Я говорю, мы не будем существовать на добрых делах тех людей, которые захотят прийти и помочь. Вот это очень важно. Нам необходимо все-таки знать, что у нас сейчас живет общество, к сожалению, стало обществом потребительства, когда мы хотим, чтобы нам все давали. А мы предлагаем людям самим принимать участие, знание своей культуры, что опять же ДПШ в какую-то другую страну тебя спросят, ты откуда? Я из Беларуси. Расскажи о своей стране, расскажи о своем городе, расскажи о своей семье. Мы об этом тоже говорим, что, ребята, надо знать своих не только бабушку и дедушку, которые приходят к нам на выходные дни, но надо знать и про прабабушку, и про прадедушку, и кем они были, кем они были на этой земле. Поэтому это все тоже социальная работа. Почему? Потому что если мы будем знать о своих корнях, мы будем любить свою землю, мы будем любить свою родину, мы будем любить свою Беларусь. И ради нее мы горы перевернем. На встрече отмечалось, что многие двусторонние мероприятия стали традиционными. Востребованы известные экспедиции «Дорога до Святынил». Ярко интересная выставка и армарк «Обрест православный». Общественный резонанс вызвал четвертый визит патриарха московского и всея Руси Кирилла. В совместной молитве с предстоятелем каждый пришедший думал о своем, но все вместе просили о мире для себя, для своих детей и внуков. Главным, что неоднократно подчеркивали на встрече все выступающие и что отражено во всех пунктах пятилетнего программного документа «Возрождение духовности в обществе в каждом из нас». Сегодня без нравственности заворачиваются очень красивые обертки и преподается как норма жизни. Этого не должно быть. Ведь Христос говорит, что я вчера, сегодня и завтра тот же. Поэтому ничего не должно меняться в нравственности. Это самое главное. Если человек будет нравственным, если он будет ответственным за свои поступки, то он будет человеком везде. Будь он в церкви, будь он на каком-то предприятии, будь он на работе, будь он за рулем, этого не должно быть. Мы должны быть людьми. Об этом мы должны всегда помнить. Потому что если забудем, то потеряем правильный ориентир. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Поэтому самое главное – это, конечно, духовная жизнь. Анатолий Лис на встрече обратил внимание на строительство культовых учреждений. В Брестской области зарегистрировано 68 православных приходов. Церкви строятся и будут строиться. Но к каждому строительству подходить необходимо столикой продуманности в их необходимости в том или ином месте. Пустой, без людей храм никому пользы не принесет. Одновременно в соглашении есть пункт о совместной работе по подготовке номинационного досье на включение в список всемирного культурного наследия пяти объектов культового деревянного зодчества Полесского региона. Мы не должны останавливаться ни на минуту, так сказать, на достигнутом. У нас есть действительно храмы-памятники, которым одному из них более 500 лет, 510 лет. Есть, которым меньше – 300-200 лет. Но они строились однажды людьми. Прошли годы, и эти храмы стали достоянием не только нашего Отечества, но и мировой культуры. Это место для молитвы, место для соединения друг с другом, место для соединения с Богом. Ну и, конечно, когда мы избираем вид этого храма, архитектурный его облик, то мы тоже думаем о том, что со временем он станет все-таки памятником архитектуры, и этим храмом будут гордиться. Программу сотрудничества на 2016-2020 годы подписали председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан и епископ Брестский и Кобринский Иоанн. Принятие столь важного документа, по мнению участников встречи, будет способствовать координации совместных взаимовыгодных мероприятий государства и православной церкви на Брещене.